ЛАВ РАДИО КАЗАХСТАН УСНАДЫ Очень целенаправленно искала себе мужа. Мне показалось, что он симпатичный. Конфликты бывают... А Эльдар такой большой и спрятался за моей... Начнем с того, что я как бы на самом деле прям очень целенаправленно искала себе мужа в 17 лет, как истинная уйгурка, да? Вот. Но продвинутая, которая ищет себе ВКонтакте мужа. Познакомились довольно банально в соцсетях. У меня было много времени, мне было 17 лет. И я сидела, в общем, серфила там всякие аккаунты. И мне попался на глаза аккаунт Эльдара. Там была черно-белая аватарка в очках, в шапке. Мне показалось, что он симпатичный. Ну, она, получается, добавила меня в друзья. Ну, потом как-то закрутилась, завертелась, начали общаться. В плане, там практически не было видно его лица. Это ужасно. В принципе, не знал ничего о ней. Но как выяснилось, что мы жили буквально в двух кварталах друг от друга. Учились в одном универе. В одном районе уже тоже. Я помню, что мне мама не разрешала с ней встретиться, потому что мне было 17, ему был 21, по-моему, год. Да. И она говорила, он слишком взрослый, ты не боишься с ним встретиться. И, в общем, потом оказалось, что мы учимся в одном университете. И потом мы встретились на такой безопасной территории в столовой университете. Пошли попить кофе. И я, как это тогда говорилось, сбежала с пар, потому что он решил отвезти меня на своей машине домой. И я помню, все девочки такие стояли, типа, кто это, кто это за ней приехал? Чего они там пьют кофе? А тогда это было очень классно, типа, что у тебя есть ухажер, там, не знаю, парень, тем более на машине. Мы сейчас это вспоминаем, очень смешно это вспоминать. На самом деле мы все, мне кажется, идеализируем изначально свои вторые половинки. Скромные. Ну, как выяснилось, потом не скромные, а вовсе. Мне показалось, что он очень спокойный, очень такой добрый. Но об этом я, конечно, еще расскажу, потому что он действительно добрый, как ни странно. Не знаю, веселый, наверное. Как такового предложения не было. Вообще, на третий день после того, как мы начали встречаться, я сказал, что хочу на ней жениться в будущем. Я помню, что мы на третий день поехали выбирать мне сапоги на барахолку. Это самое странное. Мне кажется, это самый странный выпуск будет в вашей передаче. Мы, в общем, поехали выбирать мне сапоги. И ехали уже назад. И он мне сказал, мне кажется, ты та девушка, которая должна быть моей женой. Ну, и на протяжении трех с половиной лет как-то так и шло. Я свое мнение ни разу не поменял. Ну, потом, правда, три с половиной года он меня мучил и не женился на мне. Ну, в итоге вот. Не жалею об этом. Нормально. Ну, абсолютно нормально. В принципе, самое страшное для меня было, это как отреагирует мой брат. Потому что старший брат, который никогда не разрешал мне там гулять, куда-то ходить, мы всегда от него все скрывали. С мамой мы как бы подружки, я могу ей все что угодно рассказывать, а от него мы все скрывали, потому что он такой очень консервативный, не знаю. Вот. И, в общем, я боялась, как вот их знакомство пройдет. Но, в принципе, все очень спонтанно получилось. У меня сломался компьютер, и Ильдар пришел мне его починить, и была еще моя одногруппница. Единственное, то, что, ну, в принципе, не смущало никого, то, что она была моложе меня на пять лет. И, в общем, пришел брат, и я думаю, боже, что... А Ильдар такой большой и спрятался за моей одногруппницей. Но брат все равно заметил, как бы, вот. Так они и познакомились, в общем. Привет-привет. С мамой как бы нормально. Просто они оба татары чистые, и у них там своя какая-то тусовка, свой сабантуй какой-то изначально получился. После того, как мы познакомились, пообщались все. Его родители тоже вполне себе как бы неплохо приняли. А друзья? Ну, его друзья, я их очень стеснялась, и какое-то время я их называла на «вы», потому что, типа, на пять лет старше такие мужики для меня, мне казалось, такие взрослые люди. И я говорила им «здравствуйте». Наверное, они тогда думали, боже, что за скромная девочка, сейчас все изменилось. Сейчас они так не думают. Не знаю, может, позитив. Так, ну я видела, что у вас там есть вопрос еще худший. Так вот, его лучшая черта, она его и худшая черта. Как я говорила, он очень добрый. То есть человек, который, не знаю, очень редко грустит, всегда веселый и всегда старается меня поддержать своим весельем, даже если у меня там какие-то, ну, небольшие проблемы бывают, там, или настроение. То есть человек всегда меня развеселит. Хотя, мне кажется, все, кто фолловит нас в Инстаграме, все думают, что это злодей номер один, не знаю, человек без эмоций и так далее, но он на самом деле очень добрый. Например, он может там отпустить бедного парня, который просит его извинить за то, что он там, не знаю, разбил на машину, но не разбил, там поцарапал, например. Если этот парень скажет, у меня проблемы, нет денег, извини, брат и все такое, он его отпустит. Он скажет, эй, сядь в машину, сейчас я все разберусь. И разберусь, значит, отпущу его, просто прощу этого человека. Ну, не знаю, немножечко лень, наверное. Ну, меня очень радует, потому что это говорит о человечности, но с другой стороны платить потом нам. Наша мама. Нам очень повезло. Наша мама очень такая экономная. У нас так в семье повелось, что мы, в принципе, все вместе делаем. И она не разрешает нам ходить в магазины, потому что мы покупаем где-нибудь в самом дорогом магазине какую-нибудь фигню, принесем там чипсы, не знаю, шоколадки. Она говорит, вы что-нибудь вообще покушать купили? Особого такого разделения нет, но в плане покупок в основном я езжу, да. Я помню, что когда мы женились, наш тамада сказал, что вот с этого дня ты называешь ее мамой, ее маму мамой, а ты называешь его маму мамой. И деньги у вас общие. Ну и, в общем, так-то оно и получилось. За финансы пополам. Ну, потому что у нас общее дело. Как бы мы постоянно вместе в работе и в плане почета финансов и так далее. Ну, основная, конечно, часть на мне лежит. Ну, в принципе, она тоже в курсе всегда. Конфликты бывают, ну, частенько, но они решаются, не знаю, в районе двух минут. Я настолько ленива, что мне очень лень ругаться. Ну, просто к чему это приведет, да? Ну, мы поругаемся. Через какое-то время все равно придется общаться с этим человеком. Мы как бы работаем вместе. У нас не особо есть выбор. То есть мы можем жестко поругаться и через 2-3 минуты мы просто уже нормально общаемся. И причем у нас всегда так. не было, чтобы мы там день не разговаривали или два. Лень – это лучшая черта, как бы для того, чтобы не ругаться со своими вторыми половинками. Мой любимый цвет – белый, наверное, потому что, не знаю, я люблю все такое белое в интерьере. Ее, блин, даже честно сказать не могу. Наверное, желтый. А его любимый цвет – салатовый, который встречается часто в спортивной одежде, потому что у него очень много спортивных вещей. именно салатовый цвет, я точно знаю, что ему нравится. Мой зеленый. Так, я люблю суши, могу их есть постоянно. Это он точно должен знать. Я думаю, что он угадал, надеюсь, по крайней мере. Ее том-ям. Он сказал «Лагман», да, наверное? Типа. Лагман, наверное, мое. Лагман? Да? Да. Мой «В погоне за счастьем» с Уиллом Смитом. Не любимый фильм, а любимый сериал «Бригада», потому что… Да? Нет? Да ладно, окей, я хотела угадать. Она вообще больше любитель сериалов. Ну, из фильмов, наверное, «Под скриптом я тебя люблю». А мой любимый фильм «Титаник»? Ну, я вообще больше всегда читаю спортивную, в основном спортивную литературу, но мне понравилась про Дэвида Бекхэма «Автобиография». Я знаю, что он читал книгу, которую я ему подарила, а это была книга про Дэвида Бекхэма. А у нее, честно, не скажу даже. Она, ну, довольно много читает, и как-то я даже не интересовался особо любимой книгой. «Гарри Поттер», конечно же. Мой Дэвид Бекхэм. Поскольку успешный человек по жизни, отличный семьянин. У него 100% это Дэвид Бекхэм. И даже если не в карьере у него не так же, как у него, то Дэвид Бекхэм очень классный семьянин, как мне кажется, отличный муж, отличный отец. И единственное, конечно, я уверена, что он хочет догнать его по количеству детей, но нет, нет. Никогда. У нее Бейонс, наверное. Понятия не имею. У меня как-то нету какой-то вот модели. Даже, не знаю, мне нравится Бейонс, но я не могу сказать, что это прям пример для подражания. Она клевая, хот-мамочка такая. Представляю на каком-нибудь красивом побережье. Весной прошлого года мы ездили в Евротур, были в нескольких городах Европы. И был там один маленький город на озере Гарда в Италии. Называется Сермионы. Очень тихий, очень спокойный город. С кучей денег, большим домом, с внуками. Такую беззаботную. Ну, надеюсь, такая и будет. Там просто очень классно. Вот. Не знаю, мне кажется, что там привет. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова